На научной площадке АЕ Сталбрестский государственный медицинский колледж встретилась интеллектуальная молодежь из профильных учреждений образования городов Брест и Пинск и гимназисты. Исходя из тематики представленных учебно-исследовательских работ, участники были разделены на две секции. Секция номер один – здоровье человека в современном обществе. Секция номер два – биология, химия, экология. У колледжа много традиций, мы этим очень гордимся. Одна из таких традиций – это проведение Дня науки. В этом году учебно-исследовательская конференция наша проводится в расширенном формате. Мы пригласили гостей – это учащиеся школы города Бреста, гимназий номер 4, школа номер 26. Также у нас гости из Пинска – это индустриальный колледж и Пинский медицинский колледж. Наука – это такое направление нашей деятельности, которое мы активно и с интересом развиваем. В этом году – это год мира и созидания, и мы с удовольствием созидаем в разных направлениях, в том числе и в научной деятельности. Брестской областной больнице чуть более полугода назад, в октябре 22-го, решением Национальной академии наук Беларуси был присвоен статус научной организации – единственная среди областных больниц страны. Врачам учреждения есть чем гордиться и есть возможность делиться опытом, что, собственно, и сделал на научно-практической конференции кандидат медицинских наук, доцент-заведущий отделением хирургии и трансплантации Андрей Шестюк. Молодежь – это наше достояние, и молодежь, которая придет работать в нашу больницу, и больницы, и другие учреждения Брестской области – это будущее, это достояние нашей страны. Эти мальчики и девочки, они делают большое движение в своем развитии. Начиная заниматься научной деятельностью, изучая, как это делать, они будут прогрессировать, тем самым будут улучшать качество оказания медицинской помощи. Естественно, что эти мальчики и девочки придут в больницу, некоторые из них станут врачами, некоторые из них станут теми людьми, которые будут лечить нас. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы они подготовились, в том, чтобы они развивались, и видим в этом большое будущее. День конференции был наполнен научными мыслями, молодежным общением и художественным творчеством. Каждый из ребят не только ответственно подошел к выбору своей темы для конференции, но и выступил на все сто. А все потому, что только совместно работа педагога и учащегося приводит к нужному результату. Я первый раз вообще участвую в мероприятии подобного плана, и это очень, так сказать, ценно для меня, потому что я могу сразу пообщаться с людьми, сразу с городов практически всей Ибрейской области. Моей темой является плоскостопие в молодежной среде – это проблема. Эта тема достаточно важна для меня, потому что у меня самой плоскостопие в достаточно тяжелой форме, и я страдаю от периодических болей, и мне достаточно сложно стоять очень долгое время. Поэтому мы выбрали эту тему с моими одногруппниками, чтобы более подробно изучить и, возможно, даже предупредить некоторых учащихся, и родителей в частности, как предотвратить это заболевание. Я выбрала тему биоразложения пластика. Я считаю, это на данный момент очень актуальная тема. Я считаю, это очень хорошее мероприятие, чтобы просветить молодежь, заинтересовать в медицине, вообще в здоровом образе жизни и таких вот темах. Это очень актуально на данный момент. Я планирую поступать в медицинский университет на лечебное дело. Это взаимодействие с учреждением образования Бреста, Брестским медицинским государственным колледжем. Это коллеги, которые всегда на шаг впереди и всегда предлагают очень хорошие площадки для взаимодействия молодежи. И когда нам приступило предложение, приглашение стать участниками этого научного мероприятия, после ковидных мероприятий, когда мы все работали на платформе Zoom, это как глоток свежего воздуха, когда в рамках молодежной аудитории студенчество может пообщаться, обняться опытом, показать, что смогли наработать за это время, поспорить по некоторым вопросам таким тонким. Сегодня у молодежи есть все шансы быть востребованными на научном поприще, проявлять себя в исследовательской деятельности и знакомиться с новинками научных изобретений. А такого рода научно-практические конференции лишь подталкивают к действию.